Центральная клетка, если осталась здесь или сюда перешла, то все, уже победа. Значит, она и сюда перешла, или сюда как-то ввел. Эта задача верна для любого размера креста. Считайте, что крест достаточно такой большой. Представьте себе, что у него длины 50, каждая из этих четырех штук. Полоска длины 101 пересечена по центру полоской длины 101. Чтобы у вас не было соблазна, именно конкретно эти маленькие численности, умную мысль вы произнесли. Центр перейдет в одну из четырех... Ну посмотрим тогда от центра до... Да. Только одну крючку вместе с центром. И на самом деле это предыдущая задача. Молодец. А тебе надо строго объяснить. Это действительно предыдущая задача. Итак, представьте, спио... Да, давайте я не буду ее никак неформулировать. Представьте, вот эта клетка С. Она перелетела... Вот если сюда, потому что она уже решена... Значит, она перелетела в одно из четырех крыльев. Например, куда-нибудь сюда. Представили? Отлично. И что мы дальше говорим? Вот. Мы разберем то, что получается... Не то, что мы разберем. А мы говорим, что вообще-то... Вообще-то... Если посмотреть на вот эту клетку... То она что сделала? Куда-то... Перешла. Улетела. А, я подошел ответ. Ребята, разрешите мне решение предыдущей задачи... Вот я здесь рассказал... У вас баньерчик был такой? А мы можем по-другому рассказать. Я могу рассказывать о следующем образом. Давайте следить за такой величиной. У нас есть жук. И место, куда он перелетел. Вот давайте рассмотрим верх, который начинается здесь... А наканчивается там. Представили? Тогда в начале он должен сдвигаться минимум на две клетки вправо. Согласны? То есть в начале этот вектор выглядит в следующем образом. Он вот две или больше клеток вправо. Отлично. А когда мы дошли до последней, до самой правой позиции, то оттуда же он должен был перелететь назад и туда. То есть в конце он такой или длиннее, правильно? Такой или длиннее влево. А теперь вопрос. А насколько этот вектор может максимально измениться за один раз? Смотрите, начало сдвигается он туда, вверх. Конец сдвигается либо не сдвигается, либо сдвигается на одну клетку, влево или вправо. Ребята, изменение возможно максимум на две клетки. Идея понятна? Надо просто медленно идти от этого центрального звука потихонечку вверх. Каждый раз смотря к углу, куда переходит эта штука. Давайте вот эту клетку обозначим, скажем, углубой А. Хорошо? Вот есть центральная клетка С, есть та клетка, куда перелетела, это клетка А. Давайте возьмем все клетки, нежно С, куда не перелетела. Клетка С, она перешла сюда. А когда мы дойдем до клетки А, она куда перешла? С. А вот не обязательно в С. Задачу для полоски мы только что решили. Оказалось, что это связано с теоремой о промежуточном значении. Впрочем, решили мы ее объяснять в теорем, а просто сказали, что надо проследить за движением, когда жук идет из крайнего левого положения в крайне правое, проследить за его образом. В какой-то момент они должны оказаться рядом. Очень хочется свести эту задачу к задаче о полоске. Безусловно, да. Но как? Образы точек от С до А лежат в этом отрезке. Почему? Если вышло, то это значит, что было движение вниз. Так? Да. Теперь посмотрим на эти клетки от А до С. Да. Пусть между ними, это икс и Т. Да. Теперь икс и Т могут либо идти вниз. Платикаю. Да. А что если взять вот такой вот стаканик под ИАЭЦ? Да. Что если взять вот наш вариант с как-то на розы 9-й? Если мы вот в таком, в такой же последовательности, в том числе, в том числе, по такому же принципу, то у нас ставится с каждой стороны ключом под 3 квадратных. Нет, сейчас, меня не интересует, сколько. Я не знаю. Да. Нет, такие же прямые. Да. У них три числа. Да. И если у нас, например, слева получится, выполнить условие, то справа нет. Почему? Потому что... Слушай, можно вы выйдете в доске? У нас, например, здесь числа произвольные, вот от 1 до 7. Да. У нас единица сдвинется на 1. То есть, например, окажется вот здесь. Разбивать вариант не хочется. Вот представьте себе, что все-таки полоска у вас не такая короткая, как я нарисовал, а все-таки по-настоящему длинная. Вот скажем, здесь мне по 3, или, скажем, как в 50. Тогда не получится рассматривать, что это маленькие числа. Нужна общая идея. Тогда вот с почкой будет такой. У нас числа, которые стоят от 1 до 3-й, они все смещаются на 2 клетки. Почему на 2? Почему обязательно на 2? Потому что в эти 2 мы поставим основные, оставшиеся числа, последние, которые. Но не обязательно. Не обязательно. Больше на 2 или больше. От образа А, если мы вышли из этого отрезка, это значит, есть спуск. Еще раз, на вес громко, но клетчатко. Если от образа С мы вышли из кровати, значит, был спуск. Если мы вышли из кровати, то значит, был спуск. На самом деле, прояснилось то, что нужно было для решения. Просто я боюсь, что большинство не понял, что он сам. Господа, давайте я попытаюсь еще раз про непредельную версию. И про полоску. И тогда вы все поймете и для места. Господа, в математике есть, такая знаменитая, очень важная, теорема о промежуточном значении. Звучит она так. Если на отрезке непрерывная функция в какой-то точке положительная, а в какой-то отрицательная, в какой-то точке этого отрезка функция обязательно равна 0. Давайте я покажу дверью, да? У вас есть график функции. Не важно, на каком отрезке она задана, в какой-то точке она положительная, в какой-то отрицательная, она как-то вот здесь вот идет. Не обязательно в одной, может быть, в мескетических точках, может быть, в одной, но обязательно в мескетических. Дискретный вариант звучит в следующем обыске. Если у вас есть банковский счет, и вы его уменьшали, ну, в старые времена я бы сказал, по копейке каждый раз, сейчас в копейках уже никто не считает, там, по рублю каждый раз, да? Было целое число рублей, и каждый раз либо уменьшается, либо увеличивается на 1 рубль. И через какое-то время выяснилось, что вы должны. То есть на этом счете отрицательная сумма. Ну, бывают такие кредитные карточки, знаете, да, где может быть отрицательная сумма. Ну, на какое-то время, правда, но можно. Отлично. То в таком случае был момент времени, когда что? Когда вы строганули, да? Когда вы перешли из замечательного времени, когда у вас были деньги, время, когда, наоборот, денег нет, и вы должны. Это понятно? Понятно. Теперь, как обычно сводят вот эту задачу к этой? И как обычно вообще формулируют эту задачу? Очень просто. Если есть непрерывное отображение, отрезка от нуля до дивизии, в отрезок от нуля до дивизии. О, здесь могут прибудить. Что же здесь нельзя взять? Девять. Как доказать, что есть точка, в которой f от x равняется? Очень просто. Надо рассмотреть новую функцию. g это f от x минус x. Смотрите, каким свойством она обладает. g от нуля, это f от нуля минус 0. Значит, это число не отрицательное. g от нуля больше или равно 0. g от 9, это f от 9, это число на отрестие, да? Поэтому оно не больше 9, минус 9. Значит, g от 9 меньше или равно. Замечательно. Значит, по теории на промежуточном значении, понятно? Обратите внимание, что такое. Это вектор из точки x в точку f от x. Помните, я рисовал вот эти две штуки? Я сказал, что когда у вас есть полоска, то первая клетка должна сдвинуться на 2 или больше вправ. А девятая клетка должна сдвинуться куда? На 2 или меньше влево. А дальше простая вещь. Вы должны следить вот за этой функцией. И вы говорите, что вот такой вектор каждый раз сдвигается, меняется, точнее, либо на 0, либо на 1, либо на 2. Правильно? Но единственное, что есть изменение, что-то есть не на 1, а может быть, изменение на 2. Это когда на 1 сдвинулась сама клетка, и он просто уже на 1 сдвинулся. Но ничего страшного. Ну и промежуток, который нужно, он тоже не длинный, а больше. Значит, все хорошо. Замечательно. Значит, в этой задаче, что надо было на самом деле делать? За вот этим вектором следить, ребята. Если у вас центральная клетка перешла вот в это крыло, то значит, этот вектор минимум, сколько? Минимум 2 клетки по вертикали. Минимум 2 клетки по вертикали. А теперь вопрос. Что происходит с этим вектором, когда вы вместо центральной клетки рассматриваете соседей? Вот давайте двигаться от этой клетки просто вверх до упора. А произойдет очень простая вещь. Когда вы пойдете от этой клетки вверх, то каждый раз будет подниматься на одну клетку, а вот эта клетка будет сдвигаться не больше, чем на одну. Понятно? Либо осталось на месте, значит, длина больше, чем на одну. Значит, направление по вертикали меняться на сколько? Длина вверх. Не больше, чем на 2. Не больше, чем на 2. Ну, ребята, если у вас есть минимум 2, каждый раз двигается не больше, чем на 2, но когда вы найдете наверх, вверх будет смотреть вниз, то, значит, был момент, когда он равнялся 0 и делится или минусе вверх. Понятно? А это и есть тот самый. То есть надо было что делать? Следить за... Вверху. Таким вверх. Отлично. Отлично. А вот теперь будет следующий, третий.